В эфире рейтинг бизнес-новостей в сети интернет по версии Первого Делового. Украинский МИД подтвердил начало процедуры выхода Украины из СНГ. Пишет Comments.ua. Содружество оказалось беспомощным, утверждают в министерстве. Однако отмечают, что этот процесс продолжительный и решения ведомства пока скорее теоретические. Украина приняла решение не продолжать свое председательство в СНГ в марте 2014 года. После чего Минск взял на себя функции председателя. Украина подписала со Всемирным банком кредитные соглашения на 1,5 млрд долларов. Пакет из трех новых проектов является частью общего объема помощи. Первое судо, которое составляет 750 млн долларов, будет направлено на политику развития и проведения необходимых реформ. Кроме того, в рамках проекта повышения энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украина получит 382 млн долларов. Проект будет реализован в 10 городах Украины. Россия, Казахстан и Беларусь создадут Евразийский экономический союз уже на этой неделе. Евразия вступит в силу 1 января 2015 года. Представители Кремля сообщили, что объединение выводит страны-участницы на более высокий уровень интеграции. Три государства обязуются гарантировать свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Также участники союза будут осуществлять согласованную политику в ключевых отраслях экономики – в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и транспорте. Литва намерена отказаться от поставок российского газа к концу 2014-го. Российский «Газпром» пока является практически единственным поставщиком голубого топлива в страну. В 2012 году Литва купила у него 3 млрд 300 млн кубометров газа. В 2013-м – 2 млрд 700 млн. Монопольное положение позволяло концерну влиять на ценообразование. В результате Литве российский газ обходился дороже, чем другим странам Евросоюза. За тысячу кубометров она платила до 500 долларов. Германия, например, в пределах 380 долларов. Россия подтвердила запрет на ввоз свинины с Евросоюза. Россельхознадзор не принял предложение Союза о возобновлении поставок, в том числе из Польши и Литвы, где ранее была обнаружена африканская чума свиней. Федерация ждет от Еврокомиссии новых предложений по обеспечению безопасности продукции и настаивает на введении нового ветсертификата на свинину. Таким был рейтинг бизнес-новостей. Оставайтесь с первым деловым.